Подкасты бывают разные. Бывает аудио, бывает видео. И в данном случае мы видим перед собой аудио-подкаст. Это подкаст Бориса Гребенщикова «Аэростат», который вырос из цикла радиопередач на Радиомаяк. И, по сути, такие неновостные темы, дискуссии, интервью, радиопрограммы авторские – это хорошая основа для подкастинга. В основном разница отличия от радио заключается в том, что вы можете подписаться, по сути, на ленту обновлений. И в тот момент, когда автор делает новый выпуск, вы получаете себе уведомление о том, что новый выпуск подкаста вышел. Вы можете его загрузить и послушать. То есть из синхронного радио мы превращаем, когда вы не успеете, может быть, вы не успеваете или вам неудобно слушать в прямом эфире в то время, когда идёт эфир, подкаст даёт вам свободу. Вы слушаете выпуски в то время, когда вам удобно, в той ситуации, когда вам удобно. Подкасты сейчас получили просто очень большое распространение. Как раз, по сути, это аудиоблогинг наравне с видеоблогингом, наравне с текстовым блогингом. Это не очень сложно сейчас. В производстве есть масса платформ, которые позволят вам выложить и обеспечить дистрибуцию, обеспечить доставку ваших новых выпусков до ваших слушателей. То есть технологически это перестало быть очень-очень сложным форматом. Вопрос, как обычно, в качестве записи, потому что для аудиоформата звук и частота звука, и качество звука важны. И регулярность, тематика, интересные герои, интересные истории, структура, которая заманивает вашего слушателя и удерживает его внимание. В данном случае, опять же, мы говорим о том, что формат позволяет вам сделать цикл аудиопередач, отдать это своим пользователям и слушателям, подписать их на обновляемый поток этого контента. А вот уже чем вы его наполните, это, конечно, насколько это будет интересно, об этом уже будут судить ваши подписчики.